сбежавшая на Ближний Восток. Сегодня РИА Новости и другие информационные агентства сообщили, что Варвара Караулова задержана на границе Турции и Сирии. Предположительно, в районе города Килис девушку поймали пограничники, когда она пыталась незаконно выехать в зону боевых действий в сирийскую провинцию. Если эти данные подтвердятся, Караулова, скорее всего, будет скоро депортирована в Россию. Хотя её отец сейчас в Стамбуле, куда он специально отправился на поиски дочери. Из Турции передаёт наш корреспондент Айтач Джарчиева. Конечно же, всё будет известно в ближайшее время. Обычно практика показывает, что такие случаи отнимают 48 часов. Сначала даётся показания в Стамбуле, а потом уже идёт депортация в страну, куда она прилетела. Напомню, 19-летняя студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая. Она втайне от родителей вылетела в Стамбул. Вечером того же дня Караулова прислала матери СМС с просьбой выгулить собаку. После этого связь с девушкой прервалась. Предположительно, она стала жертвой активистов-вербовщиков из террористической организации «Исламское государство». Друзья и родственники Варвары рассказали, что в последнее время она серьёзно увлекалась изучением ислама и арабского языка. Общаясь со знакомыми через приложение на мобильном телефоне, Варвара даже сменила имя, назвавшись Аминой, при этом писала его арабской вязью. Добавлю, что Варвара считалась одной из лучших студенток на своём курсе. Девушка знает несколько языков. Школу закончила с золотой медалью. К этой теме мы ещё вернёмся в ходе выпуска. Двое боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Бандитов, подозреваемых в терроризме, обнаружили в Баксанском районе республики. Они укрылись в блиндаже и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки боевики были уничтожены. По предварительной информации, они являлись участниками так называемого северо-восточного сектора бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии. В Донбассе не прекращаются обстрелы со стороны силовиков. За сутки почти 50 фактов нарушения режима тишины. Об этом сообщают в Минобороны Донецкой республики. Украинская артиллерия бьёт по жилым кварталам Донецка и его окрестностям. Есть жертвы среди мирного населения. О ситуации в регионе нам по телефону рассказал корреспондент телеканала «Россия» Александр Руденко. Ночь в Донецке прошла неспокойно. Примерно в 22.30 северо-запада, а именно посёлка Пьески и города Авдеевки, произошёл арт-удар Донецкого аэропорта и прилегающих к нему районов Киевского, Кировского и Кубышевского. Уже известно о ряде разрушений. По количеству жертв и мирного населения информации нет. Арт-удар продолжался околочасто. Нарушение режима тишины происходило не только в столице республики, но и по всей линии соприкосновения. Под арт-удары подпадали такие города, как Ворловка, Тельманово, где я хочу напомнить. Вчера погиб ребёнок годовалого возраста и трое мирных граждан получили ранения. До Кучаевска остался полностью без электроснабжения и газификации. В посёлке Широкино, Спартак, Саханка, Дзержинск, Старомихайловка, Стыло. По информации штаба вооружённых сил Донецкой Народной Республики, за сутки всего было зафиксировано 46 фактов нарушения. Бежима тишины. Андрей Руденко, Вести, Донецк. Ситуации в Донбассе посвящены два новых доклада ООН, которые подготовили сотрудники мониторинговой миссии. Их уже представили в Женеве. И выводы крайне неутешительны. На территориях Юго-Востока Украины, которые контролируют силовики, грубо нарушаются права человека. Участились сообщения о мародёрстве, вымогательствах, незаконных арестах и даже казнях без суда и следствия. Потери среди мирного населения по-прежнему растут. С середины апреля 2014 года по 30 мая 2015 года зарегистрирована гибель по меньшей мере 6417 человек, включая как минимум 626 женщин и девочек, а также зарегистрированы ранения 15 962 человек в зоне конфликта на востоке Украины. Таковы самые скромные подсчёты. Фактические цифры могут быть значительно больше. Отдельное внимание эксперты уделили социально-экономической ситуации. Она названа катастрофической. По мнению специалистов ООН, Донбасс фактически находится в гуманитарной блокаде. Люди оказались на грани выживания. Крайне тяжёлым является положение наиболее уязвимых социальных групп, особенно пожилых людей, инвалидов, семей с детьми и лиц, содержащихся в специальных учреждениях. Многие из них не имеют источника дохода или лишены доступа к основным социальным услугам. Система разрешений, введённой украинскими властями, по-прежнему значительно ограничивает свободу передвижения через линию контакта, ставя жизни людей под угрозу. Те, кто хотят получить разрешение, могут столкнуться с коррупцией и длительными отсрочками. Погибших при крушении теплохода в Китае несколько сотен. Это стало ясно после того, как спасатели признали, выживших на борту не осталось. Паром «Звезда Востока» подняли на берег. Сейчас из корабля откачивают воду. Подробнее в репортаже Алисы Романовой. Решение поднять теплоход было принято спустя трое суток после крушения. И только после того, как водолазы окончательно убедились, шансов найти выживших не осталось. Операция по поиску пассажиров продолжалась с ночи вторника. Но с тех пор удалось спасти лишь 14 пассажиров. Да и то, большинство из них спаслись сами. Выплыли на берег спустя несколько часов после крушения. Всю ночь на корпусе судна закрепляли стальные тросы. В 7 утра краны начали подъем. Из-за плотного тумана работу прерывали. И вот из-под воды появились иероглифы. Имя теплохода «Звезда Востока». Затем синяя крыша. За два часа судно перевернули на 180 градусов и поставили килем на дно. Большая часть четырехпалубного корпуса все равно пока не видна. Сейчас идет откачка воды и поиск тел. Только после этого теплоход смогут поднять целиком и перевезти на берег. На борту было 456 человек. Члены экипажа, гиды, туристы. Больше 400. В основном пожилые китайцы, которые отправились в 11-дневный круиз по Янзы. Самой длинной реке Азии. По версии выжившего капитана, теплоход опрокинулся и затонул за две минуты, попав в смерч. Государственная метеослужба подтвердила в этом районе. Вечером 1 июня бушевал торнадо. Но точную причину еще только должны установить. Лишь известно, что теплоход не был перегружен. И спасательных жилетов хватило бы на всех. 200 с лишним водолазов в мутной воде день и ночь. Исследовали каждую каюту, каждый отсек, где могли образоваться кислородные подушки. И где теоретически могли находиться люди, но безрезультатно. Сейчас главное поиск тел погибших. Число жертв после того, как теплоход перевернули, приблизилось уже к сотне. Алиса Романова, Павел Костриков, Вести, Китай. Греция не перечислит МВФ 300 миллионов евро. Срок выплаты долга Международному валютному фонду сегодня. Греческие власти заявили о том, что намерены объединить все транши за месяц, а их всего четыре, и погасить задолженность 30 июня. Таким образом, общая сумма составит более полутора миллиардов евро. Отвечая на вопросы СМИ о трудностях, которые могут возникнуть в связи с выплатой такого внушительного долга, пример Алексис Ципрос поспешил успокоить журналистов. Глава греческого Кабмина рассказал, что его страна уже перечислила МВФ 7,5 миллиардов. При этом зарплаты и пенсии граждан не пострадали, и эти выплаты тоже смогут произвести. Но если этого не произойдет, конечно, будет и речь идти от дефолта. Владимир Путин назначил Тамерлана Агузар во временно исполняющем обязанности главы Северной Осетии в связи с истечением срока полномочий Таймураза Мамсурова. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания, отметили в пресс-службе президента страны. В Южной Корее растет число заразившихся коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. Слухи об эпидемии наделали немало шума не только в самой республике, но и за ее пределами. Тысячи туристов отказались от поездки в страну. Правительство пытается взять ситуацию под контроль, однако нарастающую панику уже не удается остановить. Репортаж Сергея Менгажева. Коронавирус МИРС. Эта аббревиатура означает Ближневосточный респираторный синдром. Обнаружен лишь два года назад. Больше всего инфицированных в Саудовской Аравии и Катаре. Южная Корея на третьем месте, хотя еще пару недель назад об этом заболевании здесь никто не знал. Помимо подтвержденных пациентов, подозрения на инфекцию у 398 человек. Еще 99 проверяются. Помещены в карантин 1364 человека. 52 выписаны после оказания помощи. Первичные симптомы, как при ОРЗ. Высокая температура, кашель, слабость. Вакцины против ближневосточной болезни нет. Смертность около 40%. С еще большей скоростью Южную Корею охватывает эпидемия страха. Люди стали бояться выходить на улицу. В Сеуле и пригородах опустили около тысячи школ. Закрыто на карантин. Мне кажется, власти пытаются скрыть серьезность ситуации. Лично мне совсем не хочется оказаться с ребенком там, где я могу заразиться ближневосточным синдромом. Слухи о страшной эпидемии вышли далеко за пределы Сеула. Тысячи туристов отменили запланированные поездки. Когда я приехала в аэропорт, я увидела, что все ходят в масках. Я поняла, что это связано с какой-то болезнью. И тоже решила надеть маску. Как этот вирус попал к человеку, неизвестно. Похожий штамм впервые был обнаружен у летучих мышей. Сейчас 90% всех верблюдов в странах Персидского залива – вирусоносители. Всемирная организация здравоохранения уже раскритиковала власти Саудовской Аравии. Где-то последнего времени на это заболевание закрывали глаза. Там от него умерли 446 пациентов. В Южную Корею верблюжий синдром в конце мая привез 68-летний пенсионер. Он вернулся из путешествия по Саудовской Аравии и Арабским Эмиратам. Пугающее распространение вируса стало сегодня темой экстренного заседания в президентском дворце. Число заболеваний за две недели резко выросло. После гибели двух пациентов люди очень обеспокоены. Нужно сделать всё, чтобы остановить распространение вируса. По словам медиков, от человека к человеку вирус передаётся не так легко, как, скажем, грипп. То есть вероятность возрастает только в случае продолжительного пребывания с заболевшим человеком в закрытом помещении. На это вся надежда. Пока инфицированных объективно не так много, но динамика настораживает. Будет хуже, если распространение вируса примет такой же размах, как вспышка атипичной пневмонии 12 лет назад. Она тогда унесла жизни около 800 человек. Но ближневосточный синдром опаснее. Смертность выше почти на 40% и вакцины от него нет. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро Вестей. Масштабная утечка персональных данных в правительственных структурах США. В интернет попали сведения о действующих и бывших сотрудниках федеральных ведомств. Об этом сообщили в Министерстве национальной безопасности. Там уточнили, что хакерская атака произошла, предположительно, в начале мая и коснулась почти 4 миллионов человек. Многие из них имеют доступ к секретной информации. Селфи боевика исламского государства помогло американской авиации разбомбить штаб-квартиру группировки. Фотографию военные специалисты нашли в ходе мониторинга экстремистских блогов. И, как заявили в командовании ВВС США, снимок террорист разместил на одном из форумов, хвастаясь интерьером и возможностями своей базы. В итоге на ее обнаружение и уничтожение американским самолетам понадобилось меньше суток. На Дальнем Востоке открыт сезон охоты на браконьеров, которые активно истребляют гребешков и трепангов. Эти морские животные находятся на пике популярности в Юго-Восточной Азии, поэтому нещадно вывозятся за пределы нашей страны. Для сохранения популяции ценного продукта в крае созданы специальные фермы, однако и они подвергаются набегам незаконных старателей. Сергей Арсеничев подробнее. Поймать трепанга просто. Морской огурец лежит над ней и практически не двигается. А вот поймать того, кто незаконно его добывает, очень сложно. Заслышав шум винтов патрульного катера, водолазы сбрасывают добычу над ней, всплывая, говорят, что они никакие не браконьеры, а просто дайверы. На кадрах оперативной съёмки видно, какие ещё способы применяют ловцы трепанга. Самый распространённый – выкинуть улов, но не всегда получается. Это ведро с трепангом инспектор успел подцепить багром. А вот этот незадачливый водолаз не сразу понимает, что его снимают на камеру и до последнего прикидывается туристам. Возьмите свой питомцы. Ну а как это не твоё? Тут всё нарисовано, записано. Впрочем, сопротивляющихся всё равно ловят. Не на воде, так на берегу в момент продажи улова. По принятым процессуальным решениям у нас наложены штрафы в более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, предотвращенный ущерб составил более полутора миллионов рублей. Это действительно большие цифры. Его, когда достаёшь, надо аккуратно. На заводе по воспроизводству иглокожих готовится к очередному нересту. Посаженный в морские огороды, за три года он вырастает до товарного шипастого огурца, которому приписывают целебные свойства. Почему он ценится? У него очень большая степень регенерации именно. То есть, если трепанга разрезать на несколько частей, не в лабораторных, конечно, условиях, а в морских, он восстановится. Наибольшей популярностью трепанг пользуется в соседнем Китае. Там его готовы покупать в любом виде за большие деньги. Подпольные цеха по заготовке находят и арестовывают регулярно по сей день. Как правило, это наспех сколоченные сараи прямо на побережье. Внутри антисанитария. Воруют в том числе и с морских огородов, принадлежащих заводу. В этой маленькой бухте, по фактам браконьерства, уже заведено 12 уголовных дел. Но свою задачу завод всё равно выполнил, говорят здесь. Популяция ценного животного была восстановлена. Можно развиваться. Будет потреблять вся Юго-Восточная Азия, вся Европа. Мы вышли даже на Париж, они готовы, живьём, потреблять этот наш трепанг. Был бы он. Для того, чтобы он был, нужны только два условия. Чистая морская вода и соблюдение закона, по которому вылов трепанга за пределами мест его искусственного разведения запрещен. Сергей Арсеничев, Антон Гвоздецкий, Дмитрий Попков. Вести. Приморский край.